Друзья, всем привет. Я Грибомир Борода. Запись пришла. Сегодня я забыл статив для микрофона, потому у меня сегодня такая конструкция микрофон в чайнику. Не знаю, бачите вот чайни. Выглядается ось так. Зара поставлю, буду трохи шуршать, скорей же все. Все, без шуми не чипаю. А еще трохи сонный, бо чайчик раньше не пив, только пришел к офису и решил, раз уж сегодня, такий ранок, где трохи часу. Можно поспілкуваться с вами, записать наступный выпуск Сиджу Пиджу в Болгарии. А чайчик, который мы будем сегодня с вами пить, называется Цирк. Это из остальных чаев, 100 граммов. Он мне, знаете, очень нравится. Это какая-то заезженная фраза. Он мне довподобует. Я уже несколько маринцев таких скуштовал. Он меня не наблюдает. Гарный дает мне стан. И мне нравится его вкус. И вообще, это такой, я бы так сказать, знаете, когда плативки купаешь, и эта подобается, и эта, и эта крута, и та. А где, какая-то такая, которую хочется заслуховывать до дыр. Вот пока что с Цирком у меня вот такое бажание. Я хочу пить, 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 пить. Поки что он мне как-то... Я его не заездил, короче. Тобто мне с ним цикав. Вот. Но это не означает, что я больше никакие чаи не пью. А кроме Цирка я пью разные шукуеры. Обовязково пью, пью постойно. Но вот, что до Цирка, то, что я обратил внимание на то, что вот последним часом как-то запах меня. Еще из последних чаев, которые мне очень нравится, вот скажем-то, это приличный Догонпао. Фермерский приличный Догонпао. Выглядит так простым, но состояние от этого чая, сам смак, его насыщенность он очень-очень круто, как на мне. И, если, например, Например, рассыпанный, листовый Дахонпао я могу пить, но не часто это делаю. Больше когда-то в какой-то компании, потому что я дегустацию проводил, потому что просто чаювание на темных углах, да, я его пью. Но так, чтобы я, например, сам хотел попить Дахонпао, а рассыпанный, листовый, ну, это бывает не часто. А вот такой политический Дахонпао мне настолько понравился, что я почти каждый вечер его заварю, пропоную знакомым попить его, ну, он, блин, размазок, очень круто, ну, и вообще такой, прям смачный чайчик, он меня прям удивлялся. Вот. Тому, если не стоит, если не стоит этот Дахонпао, то обязательно стоит, он этого стоит. Я очень рад, что вы смотрите этот канал, что там через такие величезные промежки часу, когда я вообще не давал про себя знать, все равно, когда я что-то опубликовал, есть отгук, есть комментарии, есть какие-то вопросы. Какаясь поддержка, ну, мне это, ну, дякую. Ось, что касательно вопросов, они все такие, ну, типа, большинство вопросов про то, как вообще в Болгарии продавать чай, как вообще в Болгарии вести этот бизнес. Знаете, я не могу провести якийсь мастер-класс по полицкам, по полицкам разкидать, типа, крок за кроком, бо все зависит от того, что вы хотите, как вы хотите развиваться, как это можно влаштовать в стране, в которой вы находитесь. Ну, короче, очень много разных нюансов, я делаю так, как выходит у меня, возможно, кто-то сделал бы иначе. Вот, поэтому, единственное, что я могу сказать, что Болгария – это страна, в которой не пьют чай, ну, не пьют китайский чай. И тема китайского чая, она тут только започатковывается, и започатковывается благодаря людям, которые нечто давно приехали мешкать в Болгарии. Это мигранты, это там украинцы, русские, возможно, там какие-то белорусы. То есть, пострадянский простор, люди, которые, там, с будь-яких там своих причин, кто-то поехал сюда 10 лет назад, кто-то там 5 лет, 7 лет назад, кто-то еще давно. Вот, эти люди, когда-то, у них была возможность как-то встретиться с китайским чаем, попробовать его там, где они мешали. И, приехавши в Бургас, они желание пойти китайский чай с собой привезли, а китайского чая с собой не привезли. И поэтому, как такого, китайского чая в Болгарии его нет. Через то, с одного боку, это очень круто, потому что, когда чая нет, а в тебе он есть, и ты можешь его предложить людям, это кайф. А сыншему боку, как сказать, его ж тут немае, и люди без него, якось, живуть. И складно, теперь им, типа, знаете, как-то сказать, перелуштовать их взагалі погляд, там, перенастроить, и сказать, типа, ось, вы не пили так долго чаю, да, давай-ка, теперь вы будете пить чай. Это выглядит, как таки, я себе рассчитываю, каким-то чайным миссионером, то есть, человек, который навязывает чай, навязывает, говорит, вот чай, это классный чай, вот, смотрите, можно попить китайский чай, что вы тут пите, кава, вот есть китайский чай. Плюс те, кто когда-то стыкался с китайским чаем, чаще всего они пили так себе китайский чай. И у людей есть какие-то заявления относительно пуэра, то есть, что он закопится в землю, пахнет рыбою, ну, этот такие очень нынешенькие, что там захотел, вот. И когда они видят, сколько он стоит, людям трудно объяснить, почему этот плохой чай, который в их уявлении плохой, должен стоить столько денег. И тут тебе нужно работать таким образом, чтобы ознакомить людей с хорошей сыровиной, чтобы показать им, что то, что они пили, это было гидото и гимно. И в большинстве случаев есть люди, которые пили и пьют хорошо сыровиной в Болгарии. А тут тебе нужно им это все показать, чтобы они посмотрели, попробовали, понимали, что да, это прикольно, но не все, что прикольно, мы хотим себе себе придбать, правильно? И тут нужно, чтобы у людей что-то в мозгу перемкнуло, и они решили такие, блин, да, я попил чайчик, он, наверное, прикольно, нужно сходить еще раз попить, возможно, мне еще больше понравится, потом кто-то, возможно, начинает отмываться от кавы, возможно, еще что-то, и какой-то чайчик входит в их жизнь. Но это такая сложная работа, это сложная работа как моя, так и этих людей. То есть не можно просто взять и сказать, что кава – это гимно, ну-ка, давай пей китайский чай. То есть тут идет процесс такого выбора какого-то. Ну, он очень долгий, но он когда-то придет свои результаты. Болгария сейчас по чаю, ну, как вот на мой взгляд, стоит в таком, знаете, если вы откатите, например, Украину, там, на ручки на пять назад, какая была ситуация с чаем, возможно, на семь. Вот так сейчас выглядит Болгария. То есть все только начинается, типа, о, чай, о, это что-то такое интересное, а хрень где найдешь, а если найдешь, может, он хрень знает, какой. Ой, а я в тебе там купил какие-то там гроши, кошти, а вон я зашел на Алиэкспресс, а там он коштовь 10 раз дешевше, такий же PR, как у тебя, вот где вы, какая там обкладка. Ну, это тот шаг, который когда-то начали все мы, да, мы там перепробовали все говнище с Алиэкспресса, потом зрозумел, что мы вытратили купу грошей, напились гимна, и хочется все ж таки куштовать гарно, сравненно. Ну, до цього всем потрібно якось дойти. Вот, я не жалуюсь, просто зараз така работа, что мне треба постоянно проводить чайные дегустации, постоянно проводить чайные встречи, створивать чайные комьюнити и за тот час, который я находюсь в Болгарии, уже якийсь такий шлях пройден, и уже есть люди, которые интересуются чаем, есть постоянные клиенты, которые его купуют, уже, можно так сказать, много клиентов по Болгарии, которые замовляют в меня это все доставкой, то есть не в Бургасе купуют, а постоянно замовляют, и они уже есть постоянные клиенты, уже такие друзья, чайные друзья в Пловдеве, мы с ними делали чайный фестиваль, то есть оно все растет. Я не могу сказать, что оно, например, стоит. И если сравнивать развитие даже в каком-то финансовом плане, то оно постоянно идет вверх. То есть продажи с каждым месяцем, они все больше и больше. И, например, если сейчас лето, я тоже думал, что, например, в литку чай пьют люди, которые уже пьют чай, и люди, которые только на, как это сказать, на початку чайного шляху, они, когда начинается спека, они могут спрыгнуть и, типа, ну, нахрен этот чай, потому что они еще не понимают, как чай работает. И я думал, что тут в литку, ну, может быть, и жопа в том плане, то что люди, типа, в зимку они его попили, и потом хуяк все кудысь изникли. Нихуя. Ой, выбачьте. Все працует. Люди, как купывали чай, так и купуют. И меня это очень радует. Что касательно, там, кто писал, как это все оформляется, как это все работает, хоть тут и там чайная культура не развита, но тут развиты податки. И если ты что-то кому-то отправляешь начебто через какой-то OLX, OLX тут тоже есть, и делаешь пестеплату, тобто накладенный платеж, то обовязково службы транспортной доставки, такие, как в Украине Новопошта, тут это ЭКОН, СПИДИ, они обовязково, как это сказать, в податковой есть привязка до твоего имя, да, до твоего там прозвища. Тобто ты там заточкованный. И если ты где-то что-то отправляешь и тебе сплачивают накладенным платежом, податковый это видит. И если ты, например, продав какой-то непотребный свой велосипед раз на рейк, никто на это не звернет увагу, а если ты отправляешь посылки каждого дня и тебе какие-то гроши приходят в ответ, как накладенный платеж, податково на это звернет увагу, обовязково тебе начнет переверять, обовязково может тебя штрафануть, если ты какая-то физическая особа и что-то тут продаешь. Ну а если ты не будешь выплачивать этот штраф, еще что-то еще может посадить в фирму. И если мы скажем про продаж, то 100% у вас может быть в фирме, у вас может быть в фирме, вы обовязково можете выбивать чеки, ну и все в белу проводят и сплачивают податки. По Кроково я не буду, я не бухгалтер, а не буду рассказывать, как оно делается, что оно делается. Но так как в Украине, например, можно сначала заехать так, типа перекинь на картку, тут и тебе вышло, короче, тут еще что-то, пока ты налаштовываешь там какой-то свой фоб, да? Тут так не спрацовываешь. Тут сначала нужно налаштовывать, а потом продавать. Но вы, опять же таки, видите, как мне это выглядит. У меня это не выглядит, как магазин, в который могут, так вот, судяются люди, ходить там, типа смотреть, там что-то купить. Тобто тут он выглядит так же, как он выглядит в Украине. А кто пьет чай, кто знает, что это такой чай, кто хочет его найти, он его знает. Он есть на гугл-мапах, он есть в соцмережах, но этот магазин есть я, со мной легко коммуникувать в интернете, и, тобто, кто хочет, кто знает. Просто так сидеть с открытыми дверьми с вывески и заходь, я приглашу тебя китайским чаем, такого нема, бо, як на мене, ну, типа, це все ж таки трошки андеграунд, це культура, и це прикольно, коли оно працюет, типа, для своих. Вот, це якісь комьюнити, це чайные комьюнити, чайные люди, як очкарики, да, бачат один одного издалека, и не треба трубить всесвит там, типа, оно все для меня, я хочу вам всем продать, бо це буде тема про гроши. Я роблю чайные зустричи, я роблю дегустации чая, для того, щоб люди могли якось ознайомитись з чаем, розуміти, що це дійсно гарна штука, що чаїв багато різних, що всі вони по-різному впливають на наш стан, на наше здоровье. Ось, і, ну, мені цікаво, мені цікаво піти з людьми, плюс це якийсь нетворкинг, я знайомлюсь таким чином з людьми в цей країні, з людьми різних національностей. Ну, зараз через те, що літо вже, море, сонце, я почав сам зустрічати світанок з чаем на море, мені це доподобає, я це викладаю у соцмережах. Зараз я дивлюсь, що вже люди, котрі через мене прийшли в чайну тему, придбали в мене там якийсь там посуд для себе, купують чайчик, вони вже теж почали займатися тим, що вони ходять на море з чаем, вони зустрічають світанки в чаем, вони займаються там йоги з чаем. І це, блин, архівезно. Так що, якщо ви будете в Бургасі, обов'язково напишіть мені, ми з вами просто там попіймо чайчику, може сходимо на море, може тут у мене посидимо, попіймо, щось порозмовляємо. Ну, мені здається, що він якийсь скомканий виходив випуск, якусь частину інформації прикольну я дав, якусь частину води, без котрої не можна, я теж надав. І зараз, я думаю, що в мене, по-перше, вже чайчик закінчується, може зараз останній пролив я зроблю, а по-друге, я почну щось вижимати з себе, да, ну, типо щось. А це, коли ти робиш вже спеціально, це її дивитися не цікаво. Тому я буду закінчувати, потім нарежу там, виріжу ще всякі оце. От у мене тут пауза багато якихсь було, бо мені там трохи телефонують, відволікають. Ось, дуже радий, що ви дивитесь досі цей канал, що ви щось для себе з нього берете, що ви контролюєте розвиток моєї української мови. Можу сказати так, яка б вона не була в мене корява, чи там суржикова, головне, що вона не руснява, по-перше. І по-друге, можу сказати, що в Болгарії я спілкуюсь виключно українською мовою. Хоча, більшість українців, які тут знаходяться, напевно, 95 відсотків, всі спілкуються російською мовою. Подивитися мої випуски пару років тому, не, не пару, ще раніше, ще до повномасштабного вторгнення, коли я в Карпатах щось записував свого менли, і намагався щось сказати українською. Ось там, да, там було дуже смішно. А зараз мене хоч якось можна вже зрозуміти. Я не вивчав українську мову в школі, так як більшість з тих, хто мене дивиться. Так що всім гарного чаю, настрою, все буде Україна, все буде добре.